Ну и давайте начнем с такого сюжета. Вот, допустим, у нас произошло исполнение планов на строительство новых городов в Сибири. Вот, четыре новых города в Сибири. Знаете, да, только проект был объявлен? Новые города в Сибири. Вот, ну, как бы, предположим, что их построили среди тайги совсем, да? Вот, построили. И дальше возникает вопрос соединения их в систему дорог. Дорог нет, никаких. Вот есть четыре города, да? Нужно соединить их дорогами. Но при этом надо потратить как можно меньше от спальта. Так. Версия такая, да? Первое, что приходит в голову, вот такая версия, правильно? Так. Ну, по крайней мере, действительно, такая версия имеет вполне себе право на существование. По крайней мере, задача решена, да? То есть, дороги построены. А другой вариант – это? Ага. Вот так, да? Синий вариант. Зеленый, извините. Давайте попробуем посчитать. Ну, собственно, тут пробовать нечего, это очень просто. Давайте посчитаем длину, какого и другого. Принимая за расстояние между городами, ну, как бы, единичный отрезок, ну, допустим, тысяча километров, ну, для просмотрения. Вот, тогда зеленая система дорог – это у нас, получается, три тысячи километров. А черную систему дорог как посчитать? Так, слышу, да, слышу корень. Из чего корень? Вот это вот одна дорога, да, корень из двух? Ну, еще одна дорога корень из двух. Правильно? Два. Два раза по корню из двух. Ну, давайте, для тех, кто здесь маленький, еще не знает корень из двух, да? Давайте я скажу вам, что такое корень из двух. Это такое число, что если его на себя умножить, то получится два. Вот такое вот число. Но откуда здесь корень из двух взялся? Если у нас есть какой-то квадрат, то квадрат, он потому так и называется, да, что вот если у нас есть здесь сторона, его длина, посчитали длину стороны, то площадь равна С квадрат. Правда, С умножить на С. То есть, чтобы найти площадь вообще любого прямоугольника, нужно перемножить стороны. Если стороны одинаковые, значит, нужно перемножить два одинаковых числа, то есть вести число в квадрат. Хорошо, запомним этот момент. И нарисуем фрагмент такой вот сетки, да, сетки, чуть-чуть тут уменьшить масштаб надо. Вот если я для единицы, соответственно, у нас получается четыре маленьких квадрата площадь. Ну, что в точности соответствует тому, что сказано, что это длина стороны умножить на длину стороны. А теперь я соединяю вот так вот вот эти четыре точки, соединил, и замечаю, во-первых, что вот это прямые углы, да, потому что, ну, как бы очевидно, ну, можно посмотреть, что здесь бисектриса, здесь бисектриса, да. Вот. Получается, что у меня квадрат повернут на 40 градусов. Я не знаю пока его длину, не знаю, пусть она икс. Но я знаю его площадь. Почему я знаю его площадь? Пополам, да, площадь большого пополам. Из каждого, из каждого маленького квадратика, проходите лучше туда, потому что отсюда уже ничего не будет видно. Из каждого маленького квадратика я взял ровно половину. Я каждый маленький квадратик разделил на два треугольника, прямого угольника, равнобедных треугольника. И получилось у меня, что в этом квадрате половина площади всего квадрата, а есть квадрат дважды 24, правильно? То есть в этом квадрате площадь равна двум, а значит у меня получается, что действительно вот это икс умножить на эту икс равно двум. А значит, как и было сказано, икс равно корень из двух. Вот. То есть вот это вот корень из двух. Ну, у меня получилось две версии. У меня есть версия, что нужно соединить вот так. Первая, так сказать, первая команда экспертов, инженеров, да, сказала, что она отсоединена. А другая команда, конкурирующая, с первой, сказала, что вот так. Кто прав здесь? Что больше? Три или два корня из двух? Три. Почему? Потому что три это корень из двух. Так, потому что три это корень из девяти, а два корня из двух это корень из чего? Из восьми. Молодцы, да. Ну и раз девять больше восьми, то корень из девяти будет больше корень из восьми. Поэтому на самом деле вот эта вот система дорог, она уступает. Ну и на самом деле, на взгляд, визуально тоже похоже, что это лучше. А и тут приходит некий мастер на все руки и говорит, это еще не оптимум. Можно ли себе такое представить, что система дорог, соединяющая их просто по двум диагоналям, не является оптимальной по количеству затраченного асфальта? Нет, тоже нет. Но, в общем, эта такая знаменитая задача, она связана с именем того самого Ферма, Фьера Ферма, о котором речь шла, может быть, где-то вроде года назад, да, Ферма Ферма. И именем Торричелли, не помню, как его зовут, фамилия Торричелли. А именно история была такая. Фьер Ферма говорит, рассмотрим любой треугольник тополскоси, любой, треугольник, прямой угольник, неважно, какой это треугольник тополскоси, совершенно любой формы. И давайте подумаем, в какой точке нужно построить, грубо говоря, базарную площадь, на которую будут съезжаться жители трех деревень, равнонаселенных, в вершинах какого треугольника. А задача это на минимум. Их суммарное, так сказать, суммарное расстояние, которое они проходят. Ну или иными словами, это та же самая задача. Это задача о том, чтобы построить с минимизацией затраченного асфальта на дороге. Ну, то есть, там, скажем, можно было бы, конечно, просто вот так вот сделать, но это очень невыгодно. Можно вот так сделать, а можно где-то внутри искать точку. Ну и как-то так Ферма оставил задачу с открытым концом. Типа, думайте, да. Он вообще так любил делать. У него была куча задач, которые вроде как, вроде решил или не решил, но он перепишет, я знаю решение, а вы думайте, я вам не скажу. И он переписывался с математикой того времени, таким образом. И в какой-то момент, значит, товарищ Торичелли говорит, а я знаю, как решить задачу в общем случае. Я не буду здесь заказывать. Это, на самом деле, не очень простая оказалась задача, как ни странно. Но ответ в ней достаточно простой. Ответ такой. Первое, что надо узнать, не является ли треугольник сильно сплюснутым. Иными словами, нет ли в нем угла больше или равного 120 градусов. Вот если обнаружено, что у треугольника, про который мы решаем эту задачу, есть угол больше или равного 120 градусов, то ответ будет заключаться в том, что все должны ездить вот в эту точку. То есть вот эти две стороны, просто взятые вот так, и больше ничего, как раз минимизируют суммарную длину дорог в этой системе из треугольных дорог. Но, как только наши три города находятся в ситуации, где нет угла 120 градусов, то есть треугольник может быть и треугольный, но не очень сильно треугольный, либо он прямоугольный или устреугольный, то ответ будет выглядеть так. Ответ – это точка внутри обязательно. И эта точка, и доказывается довольно хитрым образом, что она существует, в которой все три угла обзора из нее на отрезке равны друг другу, то есть равны 120 градусов в каждой. Вот, вот эта вот точка существует внутри любого треугольника с углом, с углами меньше 120 градусов, ровно одна всегда единственная, и является решением как раз этой задачи. То есть, иными словами, если я построю вот такую систему дорог, то она будет короче любой другой системы, связывающей, соответственно, вот у нас вот эти три точки между собой, и вот это будет такой естественный центр для них. Хорошо? Допустим, мы это знаем. Допустим, да? Допустим, мы изучили теорию. Теперь мы возвращаемся к исходной системе городов и посмотрим на нее пристально. Допустим, мы предполагаем, что эта схема дорог оптимальна. Тогда из этого следует, что для данного треугольника вот эти три точки соединены вот так, и получается, что это тоже должно быть оптимально, потому что я их по-другому, если соединю, то я сэкономлю на общей системе дорог. Но у этого треугольника все углы меньшинства в 20 градусах, и это явно не та точка, которая минимизирует вот эту сумму. Ну и тогда нам просто нужно найти точку, из которой углы по 120. Она здесь где-то есть. Она вот такая. И мы получаем совершенно поразительную ситуацию, что что красная система дорог, со второй треугольник, мы делаем ровно то же самое. Красная система дорог, в которой вот здесь везде углы по 120. Вот эта вот красная система дорог, она короче, чем черная по сумме взятых расстояний. То есть, если я возьму ниточку, да, и аккуратно все проверю, вот это вот плюс это, плюс это, плюс это, плюс это, окажется меньше, чем это плюс это. Ну, мы можем, между прочим, это и без ниточки проверить. Мы можем попытаться эту задачу решить математически. Так, а поднимите руку те, кто младше восьмого класса. Тогда не будем сейчас решать. Дело в том, что она требует, она требует, на самом деле, активного извлечения квадратных корней, многократного. И пока, наверное, соответственно, не будет понято. Но ответ, тем не менее, я вам скажу. Значит, здесь несколько раз применяется теорема Пифагора, которую вы, наверное, что-то когда-то придет услышали. Теорем Пифагора, но теорем Пифагора, в половине случаев, когда я какую-то популярную лекцию предлагаю, я теорем Пифагора рисую. Давайте я ее тоже нарисую в этом случае, потому что это, конечно, безусловно, относится к волшебной и школьной, например, биометрии. Вот. Значит, и так, теорем Пифагора, она утверждает что-то про треугольник, да, у которого есть прямой угол. Вот. И у которого, значит, вот, соответственно, есть, ну, давайте, А, Б, Ц обозначим. А, Б, это стороны, которые около прямого угла, они называются К-терты, а Ц, соответственно, это длинная сторона напротив прямого угла, она называется, как это называется? О, Э, правильно? Вот. И здесь мы нарисуем два больших квадрата. Два квадрата со стороной А плюс Б. Вот так вот, вот у нас А примерно я откладываю, и вот так вот я откладываю, В, вот, так, чтобы не мешались сюда, рядом еще один такой квадрат, тоже А и тоже В, похоже, да, на А, примерно одинаковые. Теперь я их сейчас с ними проделаю, вот там даже все видно, только я загораживаю, да, здесь, сейчас я проделаю действие и отойду, вот, будет видно. Итак, прежде всего хочу заметить, что площадью квадрата, у которого сторона равна А плюс Б, площадью будет произведение А плюс Б на А плюс Б, да, вот, которые, соответственно, отдельно есть такие формулы сокращенного умножения, мы сейчас, мы сейчас увидим эту формулу сами, даже помнить не надо, мы сейчас ее увидим. Но это будет как побочная цель, А. Прямая наша цель это увидеть теленки Погора и для этого я отложу здесь еще раз А, чтобы здесь было Б, а здесь А. И тогда здесь останется тоже Б, потом сюда пошел А, сюда опять Б, правильно? Сюда А, и сюда опять Б. Так. Теперь я соединяю их синим фломастером, соединяю раз, соединяю два, соединяю три, соединяю четыре. Какая длина синий стороны? Так. Я думал, уже успели забыть. Нет. Знаете такую загадку? Представьте, что вы ведете поезд, в котором едет там пять вагонов угля, десять нефти, тринадцать, значит, еще каких-нибудь систем, дальше перечисляйте, перечисляйте. А потом говорите, а как зовут машиниста? А вначале будут представить, что вы ведете поезд, да? Но это было уже давно, поэтому никто не помнит. Также здесь мы, может, даже нарисовали. Ну, молодцы, помните, значит, это С, это гипотенуза. Ну, хорошо, а как эта фигура? Чем она является? Квадратом. Это, в принципе, требует доказательств, но это очень просто. В прямоугольном треугольнике у нас есть прямой угол и два непрямых, а маленьких угла, острых. И картинка повторяется каждый раз. Вот эти вот все треугольники, они все экземпляры исходного. Они равны друг другу по трем сторонам. Ну, или почему угодно еще прямой угол и две стороны. В общем, любой признак подгодится. Вот, соответственно, каждый раз, у меня из развернутого угла вырезаются два угла вот нашего вот этого треугольника исходного в сумме, дающей как раз 90 градусов, потому что сумма углов треугольника любого 180, а если прямоугольный треугольник, да, то сумма оставшейся двух, 12. Поэтому у меня остается... Развернутым тоже 180, поэтому когда я убрал из каждого развернутого 90 в сумме, то у меня и остался прямой угол. И вот вам полное доказательство того, что это квадрат. Ну и площадь этого квадрата равна С умножить на С, то есть С квадрат. Не правда ли? Итак, что я... Какой вывод я могу из этого сделать? Я могу сделать вывод, что если из квадрата со стороной А плюс Б вырезать четыре одинаковых прямоугольных треугольника, вот таких, да, то останется площадь С квадрата. С умножить на С. Зафиксировали, да, я да. А теперь из того же самого квадрата вырежем ту же самую комбинацию четырех треугольников, но по-другому. А именно просто вот так вот разделим прямоугольными ремиями. И тогда у меня, очевидно, здесь будет вот тут как бы А везде, да, вот это А, это тоже А, это В, это ПА, да. Вот, углы прямые, треугольник номер один, треугольник номер два, треугольник номер три, треугольник номер четыре, все одинаковые, все исходные, правда? Согласны? Итак, я вырезал из того же самого квадрата те же самые четыре треугольника, но по-другому. Но какая разница, если я вырезал их, значит, я избавился от ровно той же площади, как и здесь. Значит, оставшаяся площадь равна тому же, что здесь. Но оставшаяся площадь это А квадрат, а это В квадрат. Вот и все доказательство теоремы Пехагора. То есть у меня получилось из одной картинки, что остается площадь С квадрат, а из другой, что остается площадь А квадрат и площадь В квадрат. Итого получается, что должно быть равенство первой картинки во второй площади, что и дает теоремы Пехагора с полным доказательством. Ну вот дальше ее там много раз применяют в этой картинке. Получается формула 1 плюс корень из 3. И мы должны ее как-то сравнить с числом 2 корня из 2. То есть, не положено, а длина вот этих всех красных отрезков, красная длина будет равна 1 плюс корень из 3. Это красная, а это черная. Как будем сравнивать, как сравнить? Давайте, это отдельная задачка, решим ее. Как сравнить? Вот так вот, два числа, да? Вам даны два числа, а калькулятора у вас нету. Или я вам запретил им пользоваться, чтобы развивать интеллектуальные способности, а не способности заглядывать в калькулятор, которые сегодня у всех жителей земли очень хорошо развиты, способности заглядывать туда, в экран. И их не нужно дальше развивать. А вот если развивать интеллектуальные способности, то как мы будем сравнивать? Вот у вас вопрос жизни и смерти. Сравните, вас не убьют. А если не сравните, то убьют. И все, отняли. Что делаем? Квадрат, да, вот здесь? Хорошо, да. Давайте начнем с этого. Вот этот знак будет таким же, как вот здесь. 1 плюс корень из 3. В квадрате сравнивается с... А здесь что? 8, да? Здесь 8. 2 корень из 2, а это корень из 2. Так, а вот как нам 1 плюс корень из 3 возвести в квадрат? Видно как раз из этой картинки, да? Очень хорошо. Потому что вот эта вот площадь равна А плюс В в квадрате, но она состоит из чего? Из А в квадрате, В в квадрате. Чего еще? С квадрата. Два раза вот такой прямоугольник. То есть 2 раза площадь А умножить на Б. Вот вам формула, которую вы знаете из школы, да? Формула квадрата суммы. Она здесь прямо геометрически видна. Владимир Игоревич Арнольд, великий советский математик и российский, он рассказывал, что у него был какой-то приятель-писатель, что ли, его, в общем, он... Приятель, он не... Ну, короче, он в эту формулу никогда не верил. Пока не увидел ее физически. Вот взял и увидел вот так. А может, есть была о каком-то писателе, который давно жил. В общем, это вот история, да? Как вот один из писателей постигал формулу квадрата суммы. Он ее увидел на картинке и сказал, только тебе все понятно. Говорит, а что, до этого не было понятно, что я раскрыл скобки и все. Ну, вот раскрыл скобки это непонятно, потому что мало ли, к чему это можно раскрывать скобки. Я по вашим правилам не живу. Мало ли, что у вас можно раскрывать скобки, а у нас, вот в писательском деле скобки открывать нельзя. Но эта картинка убеждает, как тех, кто знает открыть скобки, как и тех, кто не знает и не верит в них. Вот. Тут все сразу видно. Вот так. Значит, соответственно, мы уже знаем, что вот этот квадрат, он будет создать из 1 к квадрате, плюс 3, плюс корень из 3 к квадрате, то есть 3, да? И что остается? 2 корня из 3, да? И это мы должны сравнить с восьмерочкой. Что же мы будем тогда делать? Все еще не видно, да? 4 вычтем, правильно. Тогда мы 2 корня из 3 сравниваем с четверочкой. На 2 разделим. Корень из 3 сравниваем с двойкой. И ставим знак меньше, потому что корень из 3 это корень из стрелок, а двойка это корень из 4. Соответственно, 3 меньше 4, значит, корень из 3 меньше 2. Корень из 3 на самом деле 1, 7, что-то такое, 1, то, что-то. Поэтому мы можем все эти знаки поднять наверх и прийти к выводу, что действительно красная система дорог несколько меньше, чем черная. Ну и она, по факту, она оптимальна, но доказательство этого факта оно весьма серьезное. это было формально строго, по-моему, доказано где-то в 19 веке в районе Наболеоновских воин кем-то из его гвардии. Я завтра там видел. Целый журнал. Он кучу доказал всего вот таких вот задач, решал. Целый журнал своего имени выпустил, а там их все опубликовало. с результатом ее простоты. Некий француз, у меня в сфере он смотрит, я думал кто. Вот, хорошо, с этой задачей справились, да? Так, давайте теперь решим задачу премьера России Михаила Владимировича Мишустина. Знаете такую задачу? А кто знает задачу Мишустина? Поднимите руку. Ага. Сейчас расскажу. А с моего канала я куда-то еще? Система. Система. А, еще, да. Я на канале разбирал. Это один из самых популярных роликов на канале. Но, видимо, там система устроена так, что, как видите, фамилию там какую-то популярную. Сразу же всех туда засылают смотреть. Вот. И это действительно очень красивая геометрическая задача. Она является украшением лекции по волшебной школьной геометрией. Так. 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 Бух. Нормально. Обратно надо вернуть, да, как-то ее не вернули. А, она стояла так, что она была ровно-ровно видна. Все сейчас тоже видно. Итак. Задача Мишустина. И, конечно, пришел в тестиру лицей, да, там, в директор гиду, окружен в пластмом классе, да, и говорит, что за тут какие-то проекты делаете, что за ерунда, вы должны в фундаментальной науке учиться. Я говорю, круто, молодец, молодец, еще надо бы еще как бы делами подкрепить это, чтобы всячески именно фундаментальную науку поддерживать. Она, конечно, важнее проектной. Я ничего особенно против проектов не имею, но в интеллектуальном смысле, конечно, скорость роста человека, занимающегося какими угодно, даже самыми сложными проектами, она гораздо ниже, чем скорость роста человека, который прямо вот сидит и пытается разобраться в серьезной, настоящей математике с доски там или дома, в тетради, ручкой. Вот. Ну, хорошо, поехали. Что же нам дано? нам дана окружность. Вот. Ну, будем условно считать это окружностью, да? Замемение в другой окружности. И там, ее диаметр. Он нарисован уже. Он нам дан. А также дана точка некоторая, которая на окружности лежит. Задача одной линейкой без делений односторонней бесконечной обе стороны вот такой этот прибор называется идеальная математическая линейка. Обычная линейка это такой прямоугольник. На нем еще деления нанесены, да? Вот. А вот такая линейка, которая у математиков, с помощью которой строят что-то, она, во-первых, не имеет второго края, то есть, грубо говоря, это просто полуплоскость. Линейкой называется полуплоскость, по которой четкая бесконечная граница, по которой можно взять, приложить и что-то провести. Так вот, нужно одной линейкой провести опустить перпендикуляр. Перпендикуляр давайте с точки назовем О, и с точки О на диаметр. Ну, давайте его тоже как-нибудь назовем. Например, АВ. Ну, вот такую задачу дал и ушел дальше гулять с полицейом, школьники завести. И когда он вернулся, через некоторое время никто ничего не решил. А дело в том, что на самом деле я даже не знаю, он придумал ее или все-таки откуда-то взял это, я так и не понял. Задача не самая простая, она такая, как бы, она снег и заковырка. Но давайте попробуем как бы поотгадывать. Ну, понятно, что вот так в фоновом режиме решить ее все-таки очень сложно, это нужно быть крутым геометром. Ну, что мы можем сделать? Наверное, мы можем соединить, да, соединить вот так две точки можем длиннее, да, что нам это даст? Ну, пока непонятно. Ну, давайте заметим, по крайней мере, такую вещь, что если я при этом вот сюда еще соединил, то какой это угол кто знает? Да, молодцы! Ура! Это прямой угол? Так, теперь, ну, скажем так, каким-то внутренним взором можно увидеть, что у меня чего-то не хватает до треугольника большого, а В пусть это С. И я хочу нарисовать треугольник, я хочу из С запустить в В линию, да? Вот она. Так, и у меня тогда возник на доске треугольник АЦБ. Треугольник АЦБ. Так, и возникла новая точка, да, как вот, как решается, на самом деле, если честно, я сам не знаю, как решается задача по диаметрии, так вот, если честно, для меня каждая новая задача по диаметрии это такой маленький вызов, и в последнее время все-таки я обычно сдаюсь, потому что времени нет на долгие раздумья. В общем, задача по диаметрии решается непонятно как. Но надо, вот вы что-то рисуете, рисуете, у вас что-то возникает. Вот вы это что-то пытаетесь осмыслить, но, например, в данном случае у вас возникла точка D. Какое у этой точки D свойство? Такое же, правда? Опять прямой у? Тогда чем являются A, D и B, O? Высотами, правда? А что делают три высоты? Точно! Пересекаются, причем в одной точке. Я пытаюсь сделать более правдоподобное, чтобы это тоже оказалось высотой. Вот. Вот. То есть на самом деле смотрите, что мы уже сделали. Чего мы добились? Мы пока не смогли опустить перпендикуляр с точки O, но, однако, мы опустили перпендикуляр из какой точки? Из точки C. Так. Теперь нам надо как-то вот его каким-то образом сюда, да, вот перенести сюда его, этот перпендикуляр. Ну, давайте попробуем все это отсинедрировать, да, вниз. Можем же, да, провести дальше вниз сюда вот. Ду-ду-ду-ду-ду. Вот тут две, кстати, новые точки возникли, можно назвать их E и F. Так. E и F у меня есть перпендикуляр, да, но нам нужно из O перпендикуляр. Вот у меня есть такой перпендикуляр из C. У меня диаметр, я могу его продолжить тоже с помощью линейки, очевидно, туда, проведя через А и В, да. Так. Чего не хватает мне для счастья? Чего не хватает мне для счастья? А, E? Не знаю, не знаю. А вот O, E, вот давайте пройдем O, E. Она сюда попала, вот в эту точку, которую я могу назвать H. Много-много-много точек. И что же я теперь делаю? Последний ход. Да, конечно. H, F в силу симметрии пересечет точки, я даже назову ее ос-волной, окружность, симметричная, вот это вот симметрично этому. Поэтому, очевидно, раз это перпендикуляр, то это тоже будет параллельно, тут вот в силу симметрии эти отрезки равны, равны пропорции получаются, и поэтому эти два параллельно следственно я провел перпендикуляр. Вот такая вот. Но вот он ожидал, что кто-то из тех лицея вот это вот решит за 20 минут, наверное, где-то пока он был. Ну, не решили. Я не знаю, решил бы я ее за 20 минут или нет. Ага. А почему можно было взять треугольник АОБ и просто из угла О провести высоту? АОБ. А дело в том, что одной линейкой я не умею проводить высотой. Мне циркуль нужен. Он лишил их циркуля. В том-то и дело, что тут как бы эта задача из серии очень сложных задач. Это когда у вас убирают один из приборов. Вот задача решить циркулем линейка это очень такая важная техника, которую убрали из школьной программы в процессе упрощения ее. Не еду мне целью. Точнее, я не хочу о них распространяться. Но это был прекрасный совершенно материал, который был интересен и красив. Вот. То есть, это, конечно, надо возвращать обратно в школьную программу. Вот. А вот одной линейкой это совсем другая история. Это вообще жесть полная. Но вот здесь сделано все в одной линейке. Так. Готовы ли вы услышать задачу, которую получил я на выпускном экзамене в школе 057 в 11 классе по геометрии? И за которой получил четверку? Тогда поехали. Я ее не решил. Точнее, я ее решил, но не доказал, что решение правильное. Она продолжает вот эту серию. То есть, она похожа на задачу нечувственного. Но она, ну, так, кажется, еще сложнее. Сейчас можете заценить сложнее и все-таки чуть проще. Но там вместе с доказательством получается очень сложно. То есть, здесь как бы доказательство следует из построения практически сразу, а вот задача, которую я сейчас вам дам, она следующая. Вам теперь дана только окружность. Дана только окружность и больше ничего. Вот она нарисована. Центра нет, но есть точка вне этой окружности. Задача одной линейкой построить касательную. Дети, что сделать? Взять на линейку так вот повернуть, положить на окружность. Вот вам касательная. Но это запрещено. Дело в том, что линейка формально является прибором, который умеет делать ровно одно действие. А именно взять две точки и провести две точки. Все. Вот так вот бесконечно класть, примериваться, примериваться, да, и раз это нельзя. Что сделать? Так, правильно. Конечно, первый шаг, ну, как бы, первый шаг, конечно, состоит в том, чтобы провести какую-нибудь прямую, которая проходит через окружность. То есть, это неслабно взять точку на окружности, стрелять из этой точки. Ну, если случайно получилось, что эта точка как раз та, которая нам значит прекрасна. Но, скорее всего, будет не так. И тогда в худшем случае у нас будут какие-то две точки. Так. Ну, вот я так сделал сразу. Дальше я посидел немножко еще. Понял, что у меня мало информации. Что надо сделать еще? Правильно. Еще один раз стрелять. Так. Под другим углом. ба-бах. Стрельнули, да? Так. Так. Правильно. Стрелим еще раз. Мне все еще мало. Но потом учитель объяснил, что вот этой картинки было уже достаточно. Но, значит, я до этого не догадался. Я стрелил еще разок. Ну, давайте стрелим вниз теперь. Вот сюда. Так. Дело в том, что теперь у меня уже довольно много точек. очень мало. Да, и я настрелять уже достаточно. Ну, наверное, да? Значит, у меня есть А и есть В. У меня есть А штрих, например, и В штрих. Ну, и, например, есть А с волной и В с волной. Так. В штрих соединить другого не будет. Нет? Можно и так, на самом деле. Да, можно вот так. Это как раз было решение без третьего луча. Но я сейчас покажу свое. Значит, я соединил их наискось. Вот так. Собственно, я сделал это еще после двух линий. Я их соединил наискось и завис, думаю, блин, а что дальше? Ну, и как бы, когда понял, что что-то я дальше не могу придумать, а надо было еще подумать. Можно было еще подумать и придумать. Ну, я провел учебное, но тут, конечно, тоже напрашивается соединить, да? Тут тоже напрашивается соединить. Так вот. Утверждение состоит в том, что вот эти две точки лежат на той самой нужной мне прямой, которая будет здесь и здесь касательной, да? А более того, если бы V с волной соединять, то вот эти два тоже лягут на ту прямую, там вот где-то наверху, за пределами доски, за далекими пределами доски, они соединятся тоже на вот этой прямой. То есть, в принципе, я мог не рисовать еще одной третьей прямой. Мне было достаточно вот этого вот синего креста и красных двух, которые продолжаются наверх, это была бы та же самая прямая. Ну, и возникает вопрос, как это доказать? Доказать я не смог, получил четверку. Вот. Доказать я это не смог. Я это нарисовал, но доказать не смог. Сейчас я буду выспроизводить доказательства. Я сразу предупреждаю вам, что это доказательство требует очень серьезного геонетического воображения, причем в пространстве. Мы сейчас для доказательства этого факта мы выйдем в пространство. Это такая вот, есть целая серия задач на плоскости, которые красиво решаются в выходном пространстве. Еще одну задачу я вам покажу после того, как мы это разберем, как раз успею еще одну такую задачу показать, которая тоже решается в выходном пространстве, очень изящно и красиво. Но давайте здесь, значит, что я сейчас хочу сделать. Я хочу нарисовать вот это все на раскрытой книге, на одной странице раскрытой книге, а другую страницу, вот здесь, если бы была вторая доска, я бы ее вот сюда, вот так вот. Ну, вы должны просто представить себе это, да? Вы должны себе представить, что у вас есть вторая доска и есть, соответственно, вот представьте, как, кто, что был на Новом Арбате, там такие дома-книжечки в Москве, в Москве, в Новом Арбате, такие дома-книжечки. А-а-а, ну, кто смотрел фильм Иван Васильевич меняет профессию, те видели дома-книжечки, причем, значит, такой, еще не запламленный всякой рекламой Москвой в советское время. Вот, вот эти вот книжки. Вот представьте себе, что это и есть такая книжка, что вот она, вот здесь вторая доска идет сюда, на меня, да? А теперь смотрите, что я делаю. Я хочу найти точку, такую точку, примерно это вот так вот выглядит. Я нарисую, но вы понимаете, это пространство все, вот это пространство. Вот у меня здесь моя непонятная картинка стоит, да? Вот она, моя непонятная картинка. А я ищу точку в пространстве, такую, что если я стрельну вот в эту точку, из нее, вот стрельну, да? То у меня будет прямая параллельная второй страница. Вот. Можете представить, да, что я взял, вот у меня эта раскрытая страница, вот так вот точку взял, чтобы она была параллельна вот этой странице большой. Вот. Теперь вопрос. Что я увижу, когда из вот этой точки висящей в пространстве начну проводить прямые во все поголовно-точки нарисованной картины. Я вот на этой стороне, вот на этой стороне увижу, на самом деле, если вот тут небольшая тонкость, что если я правильно выберу эту пространскую точку, здесь тоже будет окружность. То есть вот эту окружность можно аккуратно подобрать точку так, что здесь она тоже будет окружностью. тогда вопрос, что дальше я увижу? Вот эти вот прямые, они будут здесь тоже как-то нарисованы, когда я начну их проецировать, и они, конечно, будут проходить через точки окружности. Ну, то есть, как бы вот эта картинка, да, она переносится на вот эту плоскость, она оказывается нарисованной на этой плоскости. И все вот эти прямые, все будут видны. Они будут на ней видны. Но у них будет такое свойство, они не смогут нигде пересечься. Почему? Да, вот этот отрезок, да, он нигде не пересекает на этой плоскости. То есть, точка пересечения всех вот этих впущенных, запущенных прямых, она оказывается вне вообще этой плоскости, а это означает, что прямые, которые здесь были в этой точке пересекались, они теперь не будут пересекаться на той странице, которая будет у меня на второй странице строить. Вот тогда они превратятся в кучок параллельных прямых. Правильно? Но вот эти все конструкции, они сохранятся, как были, и задача превратиться в совершенно очевидное утверждение, что если пустить параллельный потом, если пустить параллельный поток через окружность и нарисовать вот такие же картинки, то с двух сторон получатся точки касания пучка, ну, прямой из того же самого пучка параллельных же прямых. То есть, просто из асимметрии будет совершенно ясно, что эти точки будут точками касания прямых из того же набора параллельных. Но здесь эти параллельные, это как раз те, которые здесь были в одной точке пересекались. То есть, они превращаются вот в эту картину и из-за этого все как бы становится сразу очевидным. Это называется проективное преобразование. В 11 классе мы изучали проективное преобразование. Ну, я изучал их плохо. Как-то там получилось, что я эти занятия то ли пропустил, то ли что. Вот. И в результате я не смог воспроизвести это доказательство. Доказательство очень оригинальное, но вот представьте, в 11 классе вам попадает такая задача. И вам нужно придумать, что у вас книга раскрывается, что-то куда-то проецируется. Но если до этого у меня старого хотим заниматься, то это будет как-то можно. Вот. Вот такая неожиданная задача, да, неожиданная с выходом, с доказательством, которое производится выходом в пространство. В пространстве неожиданная задача. Неожиданная задача. О, а это что произошло? Ух ты. Карусель. А, вот так, да, перевернуть? О, ну два раза фокус не пройдет. Ну, может, два раза уже и не нужно будет, да? Так, и чего? Нужно затянуть, да? Затянуть покрепче? Нормально, да, сейв? Так. Задача. На плоскости нарисованы три отружности разного размера. Не внутри друг друга, вот так, вот отдельно в трех каких-то разных местах. И мы начинаем проводить общий касательный я. Вот такую вот касательную проводим, да? Я пошла. Вот это вот сюда пошла, да? Так. Так. Опа. Отметили одну точку касания. У меня немножко, конечно, кривовато, да, вышло. Ну ладно, посмотрим сейчас, что у нас дальше произойдет. Берем эти две отружности и тоже проводим. Так. Две касательные, общие для них. Опа. Вышло еще одна. И оставшиеся тоже берем, тоже проводим. Две общие касательные. что? Да, молодец. Именно это и надо доказать, что они лежат на одной прямой. на одной прямой. если вы там будете, не знаю, вводить, например, систему координатам, запишите уравнение отружности, уравнение касательных, там полезут корни вот такого вот размера, из этих внутри корней будут тоже какие-нибудь корни еще большего размера. в общем, это будет, явно это не получится сделать. Вот. И вот я вам сейчас расскажу. Ну, конечно, да, хорошо бы над ней некоторое время самим подумать, но так как сейчас мы наверное не успеем самостоятельно поразмышлять, то я вам открою ключ к этой задаче. Итак, что мы делаем? Мы берем три мяча не мяч, а мяч. Мяча три разного размера. Так, что вот это вот будет диаметр первого мяча, это диаметр второго мяча, а это диаметр третьего мяча. То есть они очень разные, да? И вот я кладу теперь их так, чтобы они пересекли. Я вешаю их в пространство, вешаю, да? Мяч. Вот я повесил вот сюда, у меня получилась такая как бы шапочка, да? Полземли, полземли с этой стороны, да? северная полушария, а то южная полушария, да? И у этого мяча тоже вот здесь северная полушария, а с той стороны у меня южная полушария, да? Здесь тоже маленькая такая планетка, и может это Земля, это Марс, это Меркурий, да? Земля, страницу, которую я только что использовал, и аккуратно вот так подойдя положить на эти три планеты северную. Давайте посмотрим, что произойдет. Вот эти три толочки, вот раз, два, три, на них вот легли, да, легла плоскость, одна и та же плоскость. Если я теперь продолжаю, да, продолжаю линию этой плоскости, вот в этой плоскости, да, получается, лежит касательная к этой земле, да, Куда она уйдет? А вот сюда, потому что они все на конусе лежат, да, как устроены множество касательных, я все пытаюсь увидеть, что-нибудь круглое. Ну, представьте просто себе, что у вас мяч и точка, и вы касательный пускаете на мяч, да, это же получится конус, да, вот такая вот фигура вращения, да, у вас такая вот коническая будет форма, вот тут будет висеть ваш мяч, и вот будет ровно такой конус касательный, и будет у них всех, естественно, один и тот же центр, вот здесь, соответственно, вот эта линия пойдет вот так вот, она коснется, но заметьте, что в силу симметрии, она коснется и вот этого шаря, который, вот, она коснулась этого и этого и пришла в эту точку. С другой стороны, линия, которая вот этих двух шаров касается, она вот в эту точку, да, придет? А вот эта линия куда придет? Ну, понятно, она придет в эту точку. Иными словами, все три прямые вот этого пространственного касания будут лежать в одной и той же плоскости, которая положена сверху на эти три шара. Шара. А значит, все три точки вот эти лежат в той же самой плоскости, но они одновременно лежат и в этой плоскости только. То есть, у нас есть три точки, которые лежат в некоторых двух пересекающихся плоскостях. По какой фигуре пересекаются две плоскости? По прямой. Ни в один других вариантов не бывает. Они могут быть параллельны, тогда они вообще не пересекаются. Но в данном случае явно, что это не то, говорят, потому что мы уже нашли точку пересечения целых три. Ну и следовательно, вот эта прямая, она и есть. То есть, это самое, да, то есть, вот эти все три точки попадают на точку пересечения, напрямую пересечения вот этой плоскости висящих пространства. И вот этой плоскости, на которой вся эта картина исходно нарисована. Вот. То есть, еще раз. Берем три шарика, подвешиваем, чтобы это были диаметры, берем сверху, клонем плоскость, она очевидным образом будет наклонена из-за разного размера, и из-за разного размера получится, что, соответственно, будучи наклоненной, она пересекает по прямой вот эту плоскость, ну и дальше просто очевидно, что все приточки лежат в этой прямой пересечении. Лежат на множественном пересечении двух плоскостей. Но пересечение двух плоскостей является прямой, поэтому все это просто. Вот. Здесь вообще. Здесь, в предыдущем примере, не требовалось, как бы сказать, построения, требовалось только такого принципа. Ну, в общем, тут требуются только принципы пространства геометрии, да, стереометрии. Вот. И общий опыт, что для просто пересекать всегда по прямой.